МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...чистоту, ту радиостанцию, которую нам надо. Ну, так как здесь мы не видим совсем никакого верняного устройства, надо сказать, что это устройство не проходило никакой профилактики, оно работает, вот это устойство, оно выпущено в 75-м году, а вообще оно начало выпускаться в 72-м году, вот, значит, ну, здесь у нас есть регулировка высоких инических частот и также регулировка громкости. Кстати, здесь есть еще такая кнопочка, вот, речь-мелодия, когда мы включаем, зажигается определенное окошко, вот именно, что мы хотим прослушать, какой диапазон частот, речь-это там более высокие частоты, меньше низких, а музыка-это все вместе, и низкие, и высокие, как бы одновременно, там так расположено, все приятное уху. Вот, давайте ее включим. Давайте. Зажигается у нас вот шкала, очень красивая, кстати. Ну, вот там вот стоит пластмасска, она, кстати, со временем трескается, потому что там высокая температура, лампы все-таки нагревают, и она вот не выдерживает. Загорелся магический глаз. А, вот как раз музыка что-то говорила, да? Значит, ну и давайте, вот смотрите, вот это, значит, кнопочка стерео, ну так вот расположена, видите, в два... А это, кстати, первый из аппаратов стерео, да? Нет, это не первый аппарат. Первый аппарат, это можно выделить Ригондо стерео, и Минск РС-66. Ага. Ну, это очень качественный аппарат, у него очень качественные колонки. Да, да, да. Ребята, единственное могу сказать, что вот я слушаю сейчас эту мелодию через эти, посредством этого агрегата и через эти колонки, звучит, конечно, ну, непередаваемо, потому что настолько глубокий звук не сравнить ни с одной современной колонкой. И хочу сказать, ну, почему сейчас качество изменилось? Казалось бы, сейчас новейшие колонки, там, динамики, там, с этой, как они, компрессионные, все эти фазоинверторы, кроссоверы и все на свете, и все равно такого звука они не выдают. А здесь обыкновенные три динамика бумажных, и посмотрите, какое качество звучания. Дмитрий, очень приятно. Очень приятно. А вы любите на Балашином рынке что покупать? Посуду или что? Эти вещи. Вот он, у него приемники. А, понятно. Мы, наверное, укрой 300 сейчас. Около 300? Да, 300, да. 300. Белорица, знаете? Да. Конечно, слышали. Да, это юг Франции. Удачи вам. Очень приятно. Да, там же. Никита, я знакома уже давно. И внимательно отслеживаю его появление на площадке «Сделано в СССР». Кстати, недавно у моих друзей появился собственный канал «Сделано в СССР» и «Никита Электроник». А сейчас вы видите мое первое интервью с Никитой, которое меня очень-очень вдохновило. Здравствуйте, Никита. Очень рада вас. Я тоже рад вас видеть. Я долго вот смотрю вот ваш канал, там, блог и тому подобное. Мне очень нравится, что вот вы делаете. В основном это хорошие видеоролики с хорошей подачей и хорошей добавкой. Все такое. А мне очень нравятся все ролики, которые снимает Валерий с вами. Но я хочу сказать, что мне уже мои подписчики спрашивают, а знакомы ли вы с этим человеком знаменитым? Я говорю, да. Все от вас в восторге. Я говорю, да. Но вот для подтверждения хочу вас сегодня снять. Спасибо большое. А что вы нам сегодня можете? Это радиоприемник высшего класса, фестиваль 1962 года. Его привлечение в том, что все его функции могут работать дистанционно. К сожалению, в этом приемнике не сохранился путь дистанционного управления. Но я могу показать, как это... Подождите, это в то время уже дистанционно? Да, да, да. Ничего себе. А чье это производство? Это завод-изготовитель РЭД. Рижский электротехнический завод. Вот он на таком уровне у него? Да, работает. Ух ты. Я покажу, как он работает сейчас. Да, у каждого из нас, наверное, в юности это было, но мы как-то... Вот здесь вот так стрелочка работает. Видите? То есть это дистанционное управление, если это с пульта, а если не ходите так, тогда можно... Он рассчитан на напряжение 127 вольт. Что в нем было неисправно. Во-первых, здесь не было провода шнура. Я поставил его вот такого же примерно вентилятора, только немножко ранней серии. Так как он рассчитан на напряжение 127 вольт, а в Москве до 1992 года на Тверской было это напряжение. Да, и у меня было в квартире, да. Вот. Я его восстановил, значит, что было неисправно. Сначала был закисший полностью двигатель. То есть он вообще не проволочился рукой. А сейчас мы его можем вот двинуть, и он будет крутиться как бы свободно. Да. И сломано вот это крепление, то есть он не держался. Сейчас я вам его продемонстрирую. Для демонстрации я буду использовать старинный лабораторный автотрансформатор 50-х годов. Обалдеть. Его я тоже немножко так подвосстановил, немножко не работал. Сейчас он полностью рабочий. Сейчас я отключу вот приемочек. Мы видим, что вот на поведение здесь уже подается около, ну, примерно 118 вольт. Этого достаточно. У меня было. Ух ты, смотрите, как классно. О, вот это да. Какой-то молодец. И сразу прохладно. На улице жара. А здесь сейчас сразу пиццерок. Прекрасная погода. Да, то, что надо. Легкий ветерок, прохладно, прелесть. Ну, ты вообще молодец. Вот я покажу, как Ашиндик. Вот это там. Чего там? А, вот это там. Спасибо большое. Спасибо большое. Как и апрель, скажите. Программа называется «Видели видео». О, очень большой рейтинг у нас хорошего. Держи, поздравляю. Спасибо большое. Никит, а ты не против тебя немножко снять? Конечно. Но скажи, ведь это твой праздник. Ты же любишь это время, да? Конечно, очень люблю. Это наше, да, время? Так что мы будем сегодня веселиться. Спасибо. Что нового ты там собрал у нас? Ну, вот собрал, значит, радиоаппаратуру, которую я буду сегодня представлять на этом празднике. Никита принял участие в телевизионной программе Первого канала «Видели видео», и вы можете посмотреть его от 22 октября этого года. И так будет звучать песня у Черного моря в исполнении Леонида Осиповича Утесова. Спасибо. Подхватили. Никита сегодня у нас в студии вместе с папой Виктором и также коллекционером Валерием. Это вот, короче, дружная такая компания. Здорово. Вы располагаетесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Никита, я тебя наблюдал в соцсетях. Спасибо. Видел. Когда ты, я знал, что ты к нам придешь, я сразу вспомнил, как ты чинишь какие-то вещи, да, по-моему, из тех, которые попадают там в магазин, где вы продаете. Так кто папа? Я. Вы папа, короче. А Никита у вас в магазине, скажем так, да? Вы занимаетесь тем, что продаете какие-то вещи старые, коллекционируете их, да? Ну, не совсем так. Я являюсь президентом союза коллекционеров нашей страны. А-а-а. Круто. И, соответственно, когда-то в 17-м году я приметил этого мальчишку и сказал, приходи к нам. У нас был такой ролик, как раз я снимал его первый раз. Он поразил меня своей харизмой, своим знанием, несмотря на юный возраст. Никита, скажи, пожалуйста, куда бы ты хотел телепортироваться прямо сейчас? Ну, наверное, в конец 80-х годов. В конец 80-х? Да. И чем бы ты там занимался? Ну, стоял в очередях. В очередях? За колбаской, да? Да. Поел бы мороженого-нибудь? Да. Класс. Ностальгирует по всему этому времени. Вот чем первое, что вот, когда вы его встретили, чем он вас поразил? Когда я его спросил, что у тебя есть дома, что ты коллекционируешь, он мне начал называть такие предметы, о которых я даже не слышал. А вы знаете, что он знает больше 150 аппаратов, произведенных в Советском Союзе, знает, когда они были выпущены, сколько они стоили в то время, какие лампы, как они работают. Вы не можете себе стать, все его знают. Продолжение следует...